Ботинки, которые защищают всю стопу, носок, если вдруг поймать камень. Плюс защита на грудь, так называемый панцирь, на коленники, шлем и очки. Все вплоть до кончиков пальцев спортсмен прячет под защитным костюмом. Ведь снегоходный спорт считается одним из самых травмоопасных. Но тяга к острым ощущениям, адреналину и скорости для этих мужчин оказалась все-таки сильнее. Полсотни спортсменов приехали в Кириллов на открытый чемпионат области по мотокроссу и снегоходному спорту. Участники, да, есть из города Кириллово, Вологодские участники, Рыбинск, город, значит, какие у нас еще. Ну да, в основном Вологодская, Ярославская область. Эту снегоходную трассу организаторы называют одной из самых сложных в области. На ней шесть трамплинов и около десятка крутых поворотов. Экстремальности добавляет и ухабистая поверхность на протяжении одного километра трассы. Ее готовили с учетом того, что многие участники, уже закаленные трудностями, выступают и на всероссийских первенствах. Но одни с легкостью преодолевали заданное количество кругов, другие в таких условиях просто не справлялись с управлением. Никто из спортсменов не застрахован от падения. Потому на каждом снегоходе предусмотрено интересное приспособление, которое называется ЧК. Одним концом она крепится к спортсмену, другим вставляется в замок зажигания. Если спортсмен переворачивается, то ключ зажигания выдергивается и снегоход глохнет. Так, возможно, благодаря хорошо продуманной системе безопасности, ни сам Александр, спортсмен из Рыбинска, ни его техника не пострадали, когда во время заезда молодой человек перевернулся на снегоходе. Я с тормозом переборщил и через себя фронт-флип. Трасса очень хорошая. Не подготовка, тренировок нету. Снега мало, не тренируемся. Погода в этом году подкачалась, сетуют участники. Подготовки не было практически никакой. А потому и на соревнованиях катались скорее ради удовольствия, а не ради победы. Гонка на снегоходе на скорости под сотню километров в час, да еще и 23 февраля, для мужчин стало двойным праздником. По итогу заездов сильнейших спортсменов все же ждала награда. Благодаря статусу этих соревнований, то, что они являются кубком Вологодской области, могут быть присвоены звания спортсменам, занявшим призовые места. Ну и, естественно, кубок, медаль и, возможно, призовет спонсоров. Так, с кубками и медалями уехали сразу три вологодских спортсмена, отвоевав у соперников первое, второе и третье место. Ну а позитивные эмоции увезли с собой все болельщики этих соревнований. Алена Шипилова, Василий Попорин. Новости Вологды из Кирилова.